Приветствую вас и видите ли в чем дело. Если вы пишете, что переходите из одного страха к другому, то получается так, что вы боитесь чего-то. Вы боитесь вероятность его ответственности за свою жизнь. То есть, вы пишете, что вы жили не своим мнением, а другим, наилучшей позиции, чтобы не сильно чего-то бояться. Почему это произошло? Вы брали чье-то мнение и жили, по сути, ответственностью другой. То есть, за нас брали ответственность. То есть, по сути, вы перекладывали ее на личных людей. По сути, получается так, что пока позиция другого человека, чужая позиция, соответствует, отвечает вашим интересам, вы ее, собственно говоря, придерживаете. Она вас устраивает. Но! Ведь позиция, чем не ваша. Позиция, чем на другого человека. И поэтому, рано или поздно, интересы разойдутся. Интересы будут другими. И тогда страх возвращается. И вам приходится позицию менять. То есть, вам приходится искать другую, которая бы вновь соответствовала вашим интересам. И в результате так получается, что вы перескакиваете с одной позиции на другую позицию. Так вот, правда в том, что вам необходимо брать ответственность за свою жизнь, значит, за самостоятельность. Не ждать, что кто-то ее возьмет. Не ждать, что кто-то одобрит или осудит вас. Не думать, что кому-то не понравится то, что вы делаете. Не думать, что как-то что-то пойдет не так. Вам необходимо самостоятельно понимать решение во всем, что касается вас. Исходя из того, что для вас ценно, для вас важно. Для этого необходимо определить первое, какие у вас ценности. И чего вы хотите, какие у вас желания. И далее, просто-напросто жить в соответствии с этими установками. Не более того. То есть перестать искать других позиций, других мнений и что-то для себя, а вырабатывать свою позицию, свое решение. То, что вы поняли, значит, свои глубинные страхи, а глубинные страхи, да, в сути отсутствие своей собственной позиции, это хорошо. Проблему вы, грубо говоря, осозняли. Теперь эту проблему нужно решать. Решать ее требуется, не торопясь. Значит, постепенно. По каждой конкретной ситуации вырабатывая свое мнение. То есть вам нужно просто начинать с малого. Не спешить. Начинать с малого. А именно, вырабатывать свое собственное мнение по поводу всех вещей. По поводу всех ситуаций, которые с вами происходят. Это мнение, если оно не касается чего-то специального, да, то есть каких-то областей специальных знаний, где нужно соответствующее образование и так далее. А вам не составит труда его выразить, его сформировать это мнение. И вообще, легко выразить мнение. Но сложнее мнение отстоит. Ведь, допустим, у человека есть аргументы в пользу своего мнения, а у вас нет. И получается так, что его мнение, как бы сказать, крепче, его мнение устойчивое, в таком случае. И вы можете выдравить, выдравить, а вот как же, если у меня нет аргументов, то получается, мое мнение ничего не значит. Но, если обязательно, мнение должно быть подкреплено аргументами, и это будет правильный вопрос. Мнение не обязательно подкреплять аргументы. Если это мнение касается лично вас, то есть только того, что вы хотите, чего желаете вы, и не вредить другим людям окружающим, то оно не должно быть подкреплено никаким аргументом. Вы просто придерживаетесь его, потому что оно вам нравится, потому что так вам окажется правильным. Вам не обязательно объяснять кому-либо, почему вам кажется то или иное правильным. Вам важно, чтобы для вас лично та или иная ситуация, то или иное мнение были сформированы. Чтобы они были. И тогда, начиная с малого, то есть вот с каких-то маленьких, небольших ситуаций, бытовых ситуаций, формируя свое мнение. Вы постепенно, постепенно обретете самостоятельность, возьмете ответственность за себя, за свою хим, и приобретете тот самый стерлинг, о котором вы говорите. И получите свое «Я», и перестаньте бояться того, что та позиция, которую вы взяли для себя, перестанет удовлетворять вашим интересам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста. Продолжение следует...